Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, к нам присоединяется. Виталий, приветствуем вас. Приветствую вас. Ну вот мы видим перед нашим с вами разговором, мы дали три цитаты, президент, глава его офиса и министр иностранных дел. Все из всех дипломатических орудий, что называется, обратились к Азии. Ну Азия огромная, да, и тут, наверное, было бы глупо говорить о всем континенте, азиатском, политическом континенте, как о чем-то едином. Но вы могли бы нам, Виталий, объяснить, по каким линиям проходит раскол, разлом за Украину и не за Украину? Если в Латинской Америке часто это связано с отношениями той или иной страны со Штатами, Соединенными Штатами Америки, то тут как нам понять, почему какие-то страны за Украину, а какие-то совсем нет? Ну, надо понимать, что отношения Азии, действительно, Азия это не одна какая-то большая хардланд, как говорят или пишут геополитики, это разные страны, разные интересы, разный взгляд на то, что является собой Украина. Некоторые страны не разделяют Украину от Европы, другие считают, что мы частников пространства, а не отдельная современная страна. Поэтому здесь есть определенная проблема, это была недоработка всех этих десятилетий внешней политики Украины. Мы слабо работали с Азией, рассматривая по остаточному принципу, работая только с ключевыми игроками азиатских рынков и экономизируя свою внешнюю политику, исключительно экономизируя. То есть рассматривая свои интересы в Пакистане или в Индии или в Китае исключительно с точки зрения подвижения своих товаров или получения инвестиций. Хотя нам надо было работать по площадям, как говорится, работать в том числе и объясняя некую нашу и уникальную позицию транспортного коридора, но и говоря о том, какое мы место занимаем в Европе, на постсоветском пространстве, что мы можем предложить Азии, а не только получить от наших азиатских партнеров. В этом была проблема. Ну и идеологическая состава, да еще, конечно. Сейчас получили что? Получили то, что действительно страны, которые находятся в орбите Китая, заняли так называемую позицию нейтралитета. Не высказываясь, не голосуя, не поддерживая инициативы западных стран в отношении Украины и Украину в целом в ООН и в других странах. С другой стороны, есть страны, которые с нами имеют достаточно долгую историю военно-технического и экономического сотрудничества. Это Пакистан, например, как ни странно, Бангладеш, например, которые на практике, без громких заявлений, на практике поддержали Украину выделением боеприпасов и оружия в этой войне против России. Есть страны, которые высказались в отношении того, что и речь идет об агрессии. Но большинство азиатских стран на данный момент занимает как раз, оглядывается на Китай и Индию, как главное, и арабский мир, например, это Иран в Азии, а арабский мир это Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты, ориентируясь, соотнося свою позицию с этими двумя центрами силы. Естественно, что страны, которые находятся ближе, скажем, к Китаю, это Юго-Восточная Азия, они не то, что смотрят, как голосует Китай, как ведет себя Китай, но иногда там, где они могли бы проявить позицию, например, как Камбоджа или как Таиланд, имея периодную историю отношений с Украиной в том числе, имея достаточно большой поток украинских туристов и взаимный обмен инвестициями, и то, что мы сотрудничали в военно-технической сфере, поставлять туда вооружение украинское, несмотря на то, что есть якобы запас для будущего, для диалога, эти страны сейчас как раз не проявляют проактивную позицию. Поэтому, на мой взгляд, с Азии действительно у нас есть некие провисания, это объективные процессы, потому что азиатские страны ориентируются на лидеров региона, как ведется в лидер региона Индия, например, и Китай, или Пакистан, и Иран, и выстраивают, собственно, оппозицию также. В арабском мире мы видим похожие процессы. Поэтому то, что говорит Ермак, обращаясь напрямую, активизируя дипломатию в арабском мире, активизируя дипломатию в Азии в целом, мы как раз и пытаемся растопить те запасы льда, которые остались или сформировались в зависимости от ситуации на протяжении этих нескольких лет. Потому что даже на политическом уровне политический диалог между директорами стран пробуксовывал. Мы видели, что только дипломатия второго плана каким-то образом немного создавала возможности для продвижения нужных нам нарративов. Или влияние третьих стран, в том числе Запада, на оппозицию Индии, например, или Пакистана, влияли на то, что эти страны или меняли свое отношение к войне в Украине, или корректировали в зависимости от необходимости, или как-то соотносили себя с теми требованиями. Кстати, большинство азиатских стран соблюдают санкционный режим в отношении России, не проявляют чрезмерного усердия по его обходу, не приветствуют активный диалог с российскими компаниями, российским режимом, создают определенные, точнее сигнализируют Киеву о том, что они готовы к диалогу, главное было бы, чтобы предложить. Как вы сказали, что у всех стран, нельзя всех брать просто от единой страны Азии, или страны Латинской Америки, или страны Африканского континента. У каждой страны есть своя мотивация, есть внутренняя политическая ситуация, согласно которой необходимо делать какие-то выводы и предпринимать какие-то действия. Вот в данном случае, когда мы говорим про страны Азии и те слабые места, которые для нас слабые места сейчас, там, где уже Россия поработала, скажу напрямую, как вы думаете, одной дипломатии достаточно, либо сейчас у нас нет времени на раскачку вот этих дипломатических возобновлений отношений, объяснений того, что происходит, да в принципе они знают, что происходит. Другой вопрос, чем их заинтересовать, учитывая, что все эти годы там эту ситуацию раскачивала Россия и свои интересы уже туда продвигала. Ни одной дипломатией, параметичными какими-то конкретными предложениями мы можем перетянуть эти страны на свою сторону? И что это могут быть за предложения, учитывая, что страна сейчас находится в войне? Вы знаете, надо действовать параллельным способом, потому что даже небольшая акция культурной дипломатии способна изменить отношение части политической элиты или культурной элиты страны к Украине. Например, визит небольшой группы преподавателей украинских вузов в Юго-Восточную Азию, например, Алексей Гораня и других в Камбодже, например, спровоцировался всплеск интереса к украинской тематике, к войне в Украине среди студенчества, преподавателей, интеллектуальной сферы. Начались статьи, началось обсуждение. И сейчас мы видим, что есть некие, даже не просто в поддержку Украины социальные сети взбудоражены, но и создаются целые группы, которые выходят под российское посольство с акциями протеста. Это именно после этого визита. То есть тогда, когда возник интерес к событию, к некой проблематике. Им это удалось сделать. Небольшое событие, маленькая культурная дипломатия, академическая группа преподавателей с открытыми публичными лекциями способна была изменить ситуацию. То же самое можно сказать об остальных государствах Тихого океана. Хорошая дипломатия нашего посла в Австралии, плюс публичная лекция известных преподавателей и экспертов по Украине, в том числе не украинцам, например, того же Снайдера, она спровоцировала интерес к проблематике и изменила даже на уровне заявлений официальных представителей. Поэтому здесь надо работать параллельными способами, искать любые возможности повлиять на позицию тех или иных стран. В том числе используя так называемый антиколониальный нарратив, дискурс, когда мы говорим о том, что Украина являлась колонией России и сейчас Россия как колониальное государство пытается возобновить свои так называемые границы исторической империи. И это очень понятно, кстати, как для индийцев, так и для пакистанцев, для жителей Камбоджи, Вьетнама или Индонезии, или там Восточного Тимура. Для них это очень понятно, потому что речь идет о нечто похожем на их собственную историю, например, до Филиппин. Поэтому как раз этим необходимо пользоваться, и это должно быть и разностороннее дипломатия. Ну и, конечно, это вопрос военно-технического, политического основания, поиск третьих сторон, которые могут поднажать и подправить, подкорректировать власти тех или иных стран в нашу пользу. Виталий, ну и в заключении вопрос все-таки региональный, а конкретно о Центральной Азии, о странах, которые когда-то входили в советское пространство. Для них, очевидно, у нас должны быть какие-то особые слова. Все-таки это не Филиппины, не Индонезия, не Китай, не Япония. Вот какие это слова могут быть? Во-первых, это слова украинское подсолнечное масло, это украинский шоколад, это украинская аграрная промышленность, продукты украинской аграрки, которые сейчас являются дефицитом для этих стран. Когда война фактически прервала транспортную коммуникацию, когда наши компании не смогли поставлять товары, там образовался настоящий дефицит в прошлом году. Сейчас дефицит продолжается. Как раз те слова, которые вполне объяснимы, доступны и понятны, как говорится, пресечному жителю любой из стран Центральной Азии, что нам нужно будет восстанавливать, нам надо будет сотрудничать. И то, что происходит в Украине, может произойти в любой из этих стран. Потому что в России есть претензии территориальные к Казахстану, Россия не признает, как суверенное государство, это Кыргызстан, Россия вмешивается в внутриполитическую ситуацию в Таджикистане, Россия навязывает свои позиции, продавливает свои интересы в Туркменистане. И элиты, и население, народ этих стран понимает, что Россия является не другом, не спонсором безопасности, а сейчас является угрозой для их государственной безопасности. Потому что этот регион приходит в движение, и им необходимо искать выходы вовне, в том числе в Европу. И Украина является не просто мостом, она является природным союзником стран Центральной Азии в противодействии колониальной экспансии Российской Федерации. Спасибо, спасибо, Виталий. Будем вместе с вами и впредь искать слова, искать подходы к нашим партнерам, особенно к тем, кто еще не является партнером Украины, но должен им стать. Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, был в нашем эфире.